Продолжаем мы сегодня делать, очищать от кустов наш участок. Сегодня надо максимально, максимально много сделать, так как у нас завтра приедет трактор. Будем мы поднимать целину. Выкопаем завтра яму под септик, траншеи под канализацию и воду. Под кессон выроем яму, поэтому сегодня по максимуму должны проработать. Продолжение следует... Как я уже заметил, трава вся укладывается на левую сторону, и потом я прохожусь граммами. Ну, то есть двойную работу выполняю. Конечно, можно было бы идти с обратной стороны в сторону дороги, но так как ветер туда идет, все выхлопные газы будут идти в мою сторону. Поэтому я пойду туда сейчас вглубь и буду туда вот ходить вдоль соседнего участка и укладываю всю эту траву налево, чтобы потом двойную работу не выполнять. Так что поехали! Вроде бы как дофига уже накосили, да? Ну, смотрите, что у нас остается еще... Видали? Так что у нас еще хватит времени поделиться с покосом травы. Но мне уже, честно, если уже поднадоело. Ребят, сегодня будем закругляться уже. По факту, сегодня, смотрите, мы вот добили вот эту заднюю часть, где мы будем ожидать трактор завтра. Выполнили. Тут вот подъезд чуть-чуть почистили немножко. Ну, еще, смотрите, вот этот вот кусок, кто у нас остался. Но этот завтра кусок, я уже думаю, добью. Вы на канале Ливодский Хаус. Сегодня едем мы вот опять на участок. Сегодня приедет экскаватор. Будем копать. Будем много копать. Так что оставайтесь с нами. А мы подлетаем. Уже экскаватор приехал, хотя он говорил, что в 10 только будет. Приехал наш тракторист Константин. Познакомьтесь. Веселый, бодрый человек. Он уже приступает к работе. А мы пошли переодеваться. На экране вы видите план предстоящей на сегодня работы. А сейчас мы приступили к отрывке приемка под кессон. Размером 2х2 метра. Кессон будет состоять из железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 2,5 метра. В ходе работ мы нарвались на очень большой вагон, который экскаватор так и не смог сдвинуть. Нам пришлось расширять приемок в сторону. А вот и собственный результат проделанной работы. Вторым, к чему мы приступили, было снятие растительного слоя под нашу временку. Растительный грудь мы отвозим в сторону, чтобы в дальнейшем его можно было использовать при планировке участка. Я даже и не предполагал, что растительный слой будет таким большим. Он составлял 40-60 сантиметров. Отступ в дремя накиданий от границ участка, согласно правилам землепользования, для нашей местности составляет 1 метр. Где найти эти правила и как ими пользоваться, я рассказывал в видео, как правильно подать уведомления о начале строительства. Я оставлю ссылку сверху, а также смотрите в описании под видео. Справившись с площадкой под дремянку, осталось немного отодвинуть грунт в сторону, чтобы можно было приступить к приемку под септик и донный фильтр. Место, где можно расположить септик на участке, мы частично затрагивали в видео про скважину. Ссылку я также оставлю под видео и в самом видео смотрите выше. В одном из следующих видео мы разберемся, что такое септик. Разберемся, как его располагать на участке, как правильно посчитывать объем септика, что такое удобный фильтр и многое другое. Вы можете наблюдать получившийся результат. Сейчас у нас планы поднять ковш с 60 на 30 и прокопать траншею от кессона в сторону нашей беремянки. По этой траншеи мы в дальнейшем проложим водопровод. Смотрите, какой грунт извлекал экскаватор. Страшно смотрится. Но камни нам не помешают. Их всегда можно использовать в строительстве. И даже в этой маленькой, но очень гордой траншеи мы нарвались на большой валу. Это просто какой-то закон. Осталось придумать ему название. Единственным и правильным моим решением было переложить всю работу на экскаватор. Вот с горем пополам мы сделали нашу траншею. Вы не представляете, какая-то морока для трактора была. Я уже представляю, что было бы для меня. За оставшееся время мы успели прокопать траншею под электричество. Это все, что мы успели сделать за сегодня. Ах да, я еще попросил раскидать щебень, который необходим для выполнения съезда здоровья. Помню, на первую кучу я потратил более двух часов и сорвал руку. А теперь смотрите, как это быстро выполняется, если использовать спецтехнику. Вот это наш Константин. Сегодня герой дня. Представляете, сколько он перелопатил кубов земли. Что вы скажете? Только еще попросил. Как день? Всем спасибо, всем пока. Я поехал водку жрать. Вот так. И будет мнение о русских, что мы всегда такие. Только поработали и сразу водку. Это канал Леводский хаос. Подведем итоги сегодняшнего дня. Что мы сегодня сделали? Сегодня мы сделали так. Относительно немного. Чисто я основную работу сегодня сделал экскаватор. Я вот добил поле, докосил, которое было у нас вчера еще не добили мы. Потом мы сделали траншею под электричество. Мы прокопали траншею. Что у нас еще сегодня было сделано? Наша скважина. Вот три ямка выкопали под кессон. Также выкопали мы траншею для трубы, для ввода воды в дом. Вот здесь у нас образовалась куча плодородного слоя и кучи, две-две кучи, которые страшно вообще просто смотрятся. Побили камни, известняка. Это жесть просто. И вот мы выкопали ямку еще одну. Яму выкопали под септики, фильтрующий колодец. Смотрите сами, что получилось. И вот у нас подвремяночку тоже вырыли грунт. Это что касается того, что мы сделали сегодня. В последующем, какие у нас планы? Я думаю, сегодня или завтра надо будет заказать песок, выровнять основание у кессона и в септике заказать еще щебень для фильтрующего колодца. После этих мероприятий можно уже ждать манипулятора с кольцами. Будет монтаж. Так что у нас еще много чего интересного. Оставайтесь с нами на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Так что до скорых встреч на нашем канале Ливотский Хаос. Пока.